Это программа о тех, кто принимает решения в Ненинском автономном округе на законодательном уровне. В студии телеканала «Север» Ольга Русул. Здравствуйте! В эфире первый в новом парламентском сезоне выпуск информационной программы «Законодатели». В этом выпуске. 13 сентября, в единый день голосования, который выпадает на воскресенье, депутаты собрания Ненинского округа соберутся на очередную сессию, рассмотрят вопрос об избрании губернатора. Сессия будет транслироваться в прямом эфире. В окружном собрании депутатов прошел круглый стол, на котором обсудили проект федерального закона о внесении изменений в статью 144 Трудового кодекса Российской Федерации. Речь идет о системе оплаты труда работников бюджетной сферы. 7 по 11 сентября в региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева проводится тематическая неделя приемов по вопросам здравоохранения. В собрании депутатов Ненинского округа после депутатских каникул стартовал очередной парламентский сезон. Депутаты начали подготовку к первой сессии, которая состоится уже в это воскресенье. В ходе ее подготовки временно исполняющий обязанности губернатора округа Юрий Бездудный принял участие в оперативном совещании собрания депутатов Ненинского округа, где обсудили вопросы взаимодействия органов власти в принятии совместных решений, направленных на социально-экономическое развитие региона. Председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов отметил важность предсессионной недели и заверил присутствующих, что все вопросы депутаты продолжат решать в тесном взаимодействии с администрацией округа. Уже на этой неделе депутаты собрания приняли участие в комиссии по рассмотрению заявок по проекту окружного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В частности, рассматривали статьи финансирования по линии Департамента образования, культуры и спорта Ненинского автономного округа, управления по государственному регулированию цен, тарифов избирательной комиссии Ненинского округа. 13 сентября в единый день голосования, который выпадает на воскресенье, депутаты собрания Ненинского округа соберутся на очередную сессию и рассмотрят вопрос об избрании губернатора. Сессия будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Север» в спутниковом пакете «Триколор» на официальных сайтах Ненинской ТРК и окружного парламента. В соответствии с федеральным законом об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, губернатор Ненинского автономного округа избирается депутатами собрания депутатов открытым голосованием. Президент России представил собрание три кандидатуры. Юрий Бездудный. Родился 1 мая 1969 года в Брянской области. С 18 марта 2019 года занимал должность заместителя губернатора Ненинского округа. 2 апреля 2020 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ненинского автономного округа. Игорь Пинаев. Родился 29 мая 1976 года в Архангельской области. С января 2017 года возглавляет государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство Архангельск Автодор». Андрей Смыченков родился в феврале 1974 года в Смоленской области. В сентябре 2014 года был избран депутатом собрания депутатов Ненинского округа 27-го созыва. В сентябре 2018 депутатом 28-го созыва. Руководитель фракции ЛДПР в Ненинском округе. Напомним, глава региона избирается депутатами на сессии открытым голосованием. Начало прямой трансляции на телеканале «Север» 13 сентября 2020 года в 10 часов утра. Один из успешно реализованных проектов в рамках национального проекта образования – строительство самой современной школы в городе Нарьенмаре. 1 сентября в торжественной линейке, посвященной Дню Знаний и открытию нового здания школы номер 3, приняли участие первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева, временно исполняющий обязанности главы Ненинского округа Юрий Бездудный и председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов. Пожалуй, слово «школа» не умещает всех тех особенностей и всех тех новшеств, которые теперь есть у учеников и учителей одного из старейших образовательных учреждений города Нарьенмара. Третья школа – это целый город, в коридорах которого в первое время можно и заблудиться, поэтому здесь даже пришлось установить указатели. Школа заработала. Мы сегодня заходили в классы и посмотрели, как учатся наши самые маленькие ученики. Они показали свои первые отметки. Хорошо, что они отличные. Конечно, школа производит впечатление в том плане, что здесь созданы все условия для того, чтобы ученики раскрывали себя полностью. Ведь я на эту сторону хотел бы обратить особое внимание. Внимание на то, что хорошая школа подразумевает, мы говорим, запуск таких программ, интерактивных программ, как точки роста. Максимально заниматься спортом. В прекрасных условиях у нас два спортивных зала, если говорить об этой школе непосредственно. Надо сказать о том, что здесь большие светлые классы, большие лаборантские для учителей. То есть вопрос заключается в том, что вначале надо создать условия для работы и учителей, и для учёбы учеников, ну и затем ждать, конечно, самых высоких результатов. Школа будущего – это четыре корпуса с кабинетами робототехники, спортивными и актовыми залами, столовой, библиотекой и благоустроенной территорией. Все помещения оснащены современной техникой и оборудованием. В рамках национального проекта образования здесь будет реализовано сразу несколько направлений. Успех каждого ребёнка, современная школа и цифровая образовательная среда. Это целый комплекс зданий, конечно. И здесь школа, она даже должна работать на перспективу. И таких школ не так много по стране, а может быть их единицы. И очень приятно, что именно такая серьёзная, большая школа, которая будет решать комплексные проблемы, открылась именно в Наринмаре, именно в нашем регионе. Построена школа за счёт средств регионального и федерального бюджета в рамках национального проекта образования. Причём это не единственная новая школа в округе, открытая в новом учебном году. Новоселье отметили в отдалённом арктическом посёлке Индига. Для маленьких жителей Индиги созданы самые комфортные современные условия. В просторном трёхэтажном здании есть спортивные тренажёрные актовые залы, мастерские для мальчиков и кабинеты домоводства для девочек, библиотека, музей. Отдельно стоит сказать о кабинетах физики, ОБЖ, информатики, химии. Они оснащены современным учебным оборудованием. Современное оборудование для школ приобрели недропользователи. Русвет Петра выделила округу на эти цели 170 миллионов рублей. Депутаты, собрание депутатов округа, конечно, хотели бы, чтобы эти проблемы в полной мере решались на селе. Вы знаете, что недавно открыта была 1 сентября школа в Индиге. До этого в Красном, до этого в ОМИ, в Нижней Пёше. Поэтому это очень хорошо, когда у нас нет разрыва, принципиального разрыва между городскими школами и сельскими школами. С 7 по 11 сентября в региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева проводится тематическая неделя приемов по вопросам здравоохранения. Согласно анализу вопросов, поступающих в общественную приемную, партии тема здравоохранения остается в регионах одной из самых актуальных. В связи с этим общественная приемная организует прием жителей округа по вопросам в сфере здравоохранения. Прием проходит при участии представителей органов исполнительной власти, окружных депутатов, медиков, территориального фонда обязательного медицинского страхования и регионального управления Роспотребнадзора. Предварительно записаться на прием можно по телефону 8 818 53 2 16 90. Кроме того, можно отправить обращение на электронную почту общественной приемной. В ходе рабочего визита в Ненецкий автономный округ полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан провел встречу с депутатами окружного собрания. На совещании обсуждались актуальные вопросы реализации национальных проектов в Ненецком округе. Также депутаты задали Александру Гуцану вопросы, которые больше всего волнуют население Ненецкого округа, в том числе о попытке объединения двух соседних регионов. Позиция полпредом была сформулирована четко. Ненецкий автономный округ есть и остается самостоятельным субъектом. В Нарьинмаре Александр Гуцан провел также совещание по реализации национальных проектов на территории региона. Участие в совещании принял председатель собрания депутатов Ненецкого округа Александр Лутовинов. Александр Гуцан провел в Нарьинмаре совещание по вопросам реализации национальных проектов с участием временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа, председателя собрания депутатов, профильных заместителей губернатора, представителя окружной прокуратуры и регионального управления Министерства внутренних дел. В начале совещания Полпред отметил. Пандемия новой коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения внесли свои коррективы в реализацию национальных проектов. Вы это сами прекрасно знаете, прекрасно чувствуете на местах. Но борьба с эпидемией еще продолжается и сейчас важно на фоне имеющейся динамики, с одной стороны, действовать аккуратно, с другой продолжить усилия по созданию условий для нормализации работы экономики, социальной сферы, а также по реализации национальных проектов. Национальные проекты будут скорректированы, а также разработан единый план по достижению национальных целей развития страны до 2030 года. Тем не менее, нам необходимо приложить все условия для исполнения ключевых показателей национальных проектов, установленных на текущий год. Ненецкий автономный округ принимает участие в большинстве федеральных проектов. Объем финансирования национальных проектов в прошлом году составил 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Освоение средств составляет почти 91%. Достаточно большой показатель для северо-западного федерального округа. В 2020 году на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов Ненецкому автономному округу предусмотрено 6,5 миллиардов рублей. Цели национальных проектов были и остаются нашим главным приоритетом. Несколько дней назад был введен в эксплуатацию один из самых крупных социально значимых для жителей округа объектов строительства в рамках нацпроекта образования. Новое здание городской школы номер 3. Прежде всего 700 семей нырянмарцев получили возможность повезти своих детей в школу. И еще огромное количество учителей получили нормальные условия работы. И это самый главный эффект от реализации этих национальных проектов. 30 августа юбилей отметила Нырянмарское автотранспортное предприятие. Одному из старейших динамично развивающихся и социально значимых предприятий Ненецкого округа исполнилось 65 лет. Представители собрания депутатов Ненецкого округа приняли участие в торжественном мероприятии по случаю юбилея и поздравили его работников. Первая смена кондуктора и водителя начинается в 6 утра и заканчивается в 3 часа дня. Соответственно, вторая длится с 3 до 11 вечера. Кондуктор Татьяна Барунова к такому графику за 13 лет работы привыкла. Проходим медисмотр, медика, медисмотр, потом диспетчер отмечаем, отмечаемся. Все дают нам эти валидаторы, все такое, камеры сейчас еще есть. Так что, а потом выходим на линию, ждем автобусы. Любая техника в ходе эксплуатации может выйти из строя, поэтому без автослесаря на предприятии никуда. Олег Шкира трудится в ЭТП 18 лет. Ремонтируем автобусы, чтобы они выходили на линию, пассажиров возили. Не будет мастерских, все, автобусы станут строить, будут ремонтировать. База изменилась в лучшую сторону, конечно. Везде ремонты делаются, техника новая подкупается временами. Так вот, лучше стало работать намного. История Нарьинмарского АТП начинается 30 августа 1955 года. Сейчас это динамично развивающееся и социально значимое для города предприятие. Ежемесячно АТП перевозят до 200 тысяч пассажиров. Выполняется 4,5 тысячи рейсов. На днях на месте аварийного пункта отдыха для водителей и кондукторов было оборудовано нестационарное здание. Здесь есть все для полноценного отдыха во время смены. Будет возможность у них здесь отдохнуть, попить чай. Будут бытовые условия минимальные сделаны. Санузел, два санузла даже мы здесь предусмотрели. Значит, будет там микроволновка, чайник, само собой, места для отдыха. Все работы выполнены за счет собственных средств предприятия – порядка 1 миллиона рублей. Обновление автопарка также производится регулярно. В 2018 году нами было приобретено два автомобиля КАМАЗ, осенизаторные автомобили. В 2019 году было переоборудовано два автобуса, значит, и запущены на городские маршруты. Они выполняют рейсы у нас сейчас по городу. И было приобретено два больших автобуса, большого класса, два ЛИАЗа. Кроме того, сотрудников автотранспортного предприятия переодели форму. Кондукторам автобусов закупили зимние костюмы, а водителям рубашки и свитера с логотипом и символом предприятия. Всего 80 комплектов. Новая форма пришлась по вкусу и самим работникам. Форма очень хорошая, удобная, нужная вещь. Работаем в таком предприятии, и надо представлять предприятие, чтобы люди видели. Очень хорошее, удобное. С юбилеем коллектив поздравили представители городских и окружных властей, а также глава региона Юрий Бездудный. Все пассажирские перевозки держатся на ваших плечах. И на тех плечах, которые сейчас на рейсах. Ведь многие сейчас из предприятия находятся на рейсах, работают. Дорогие друзья, спасибо вам большое за работу, за вашу качественную работу, профессиональную работу. Поздравляю вас с этим замечательным юбилеем. Я уверен, что по мере того, как цифры будут челкать и прибавляться возраст, предприятие не будет становиться пенсионером. Оно будет молодо, как никогда, будет развиваться, будет внедрять новые технологии. Поздравил работников предприятия с юбилеем и председатель собрания депутатов Ненецкого округа Александр Лутовинов. Спикеры регионального парламента не понаслышке знают о производственной деятельности АТП, поскольку, будучи в начале 2000-х, заместителем мэра города курировал работу предприятием. 65 лет – это достойный этап, это серьезный этап. Мы здесь вместе, предприятие развивается вместе с нашим округом. Конечно, я не могу не сказать о трудовой генастике. Вот понимаете, когда вы сейчас говорили о том, сюжет был, сколько люди работают на предприятии. Это действительно показатель, вот с чего вы начали. Это действительно показатель, когда люди десятилетнего работают на предприятии, не хотят уходить, дорожат честью предприятия, хотят работать. Это дорогого стоит, потому что я всегда говорю, человек, который работает на предприятии, рабочий человек, у него и другая психология, и даже другое отношение к делу. Это все очень серьезно, потому что у вас работа очень серьезная, очень ответственная, предуставственная работа, которая связана с безопасностью, в том числе и наших жителей. Удачи вам, всего самого доброго, и я думаю, что мы вместе с вами будем смело смотреть в будущее. На торжественном мероприятии, посвященном юбилею сотрудникам предприятия, были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. В прошлом году глава государства дал указание правительству РФ разработать проект федерального закона о внесении изменений в статью 144 Трудового кодекса РФ в части установления требований к отраслевым системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Документ внесен в Госдуму и предусматривает наделение правительства РФ правом по установлению требований к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. На площадке окружного собрания депутатов состоялся круглый стол по обсуждению проекта федерального закона о внесении изменений в статью 144 Трудового кодекса Российской Федерации. Он был посвящен системе оплаты труда работников бюджетной сферы. В заседании приняли участие депутаты регионального парламента, представители Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения, Департамента образования, культуры и спорта, Департамента финансов и экономики Ненецкого округа, счетная палата Ненецкого округа, представители профсоюзных организаций, медицинские и педагогические работники, а также руководители школ и сельских населенных пунктов в режиме ВКС. В июне правительство внесло в Госдуму законопроект о изменении статьи 144 Трудового кодекса по системе оплаты труда. 15 лет назад была единая сетка, и тогда уже все одинаково знали по категориям, кто сколько получает. На сегодняшний день в разных учреждениях одна и та же специальность и категория могут получать разные оклады. Об этом сегодня также и говорили присутствующие на круглом столе. По информации исполняющего обязанности руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Вячеслава Сайко, в медучреждениях округа трудится порядка 700 человек. Большая часть, почти 70% средний медперсонал. По данным профильного ведомства, за первое полугодие 2020 года средняя заработная плата среднего медицинского персонала составила 96 тысяч рублей. Откуда берутся такие цифры? Цифры взятые сюда входит и оплата жилого помещения, и стимулирующий и так далее. То есть в результате сейчас еще войдет у нас и оплата тех, кто находился в красной зоне. В результате мы не только будем показывать среднюю заработную плату в пределах 80 тысяч, но и далеко будет она зашкаливать за 100. На самом деле, находясь в этом году за пределами округа, я столкнулась с таким фактом, что, например, в Крыму медсестра в санатории получает почти столько же, сколько наши медсестры, находясь в сложных климатических условиях, и не только, а посмотрите, какие у нас цены на продукты. Поэтому надежда большая, что все-таки фонд оплаты труда, основной, он будет изменен, будет показатель более точный, но у меня было предложение все-таки вот эти все стимулирующие, точнее, компенсационные выплаты не учитывать при показании фонда оплаты труда и средней заработной платы не только медицинского персонала, но и также учителей. Заместитель губернатора Наталья Сидорова в ходе круглого стола рассказала, что средняя заработная плата педагогов в учреждениях дошкольного образования за первое полугодие 2020 года составила 76 тысяч рублей, в общеобразовательных учреждениях – 101 тысячу. Зарплата преподавателей среднего профессионального образования на 1 июля 2020 года составила порядка 135 тысяч рублей. Данные приведены с учетом отпускных. Если их не учитывать, то средний размер зарплаты будет ниже. В детсадах – 57,5 тысяч рублей, в школах – около 64. В средних профессиональных учреждениях образования – порядка 67 тысяч. Что касается структуры заработной платы, в среднем у педагогического персонала выплаты по окладам составляют порядка 59%. На самом деле очень правильно то, что необходимо вводить новую систему оплаты труда в Российской Федерации, вводить те изменения, которые позволили бы закрепить оклады на большую часть, чтобы заработная плата, которую получают работники, была зафиксирована в окладах. И, конечно, сейчас очень важно для того, чтобы, когда эта система будет разрабатываться, были максимально учтены интересы жителей Крайнего Севера. По итогам работы круглого стола в региональном парламенте были выработаны соответствующие рекомендации, которые собрание депутатов Ненецкого округа направит в Государственную Думу Российской Федерации и правительство России. И мы считаем, что очень важно, чтобы оклады составляли не менее 70%, а стимулирующиеся 30%. Важно, чтобы была единая тоже тарифная сетка в зависимости от отраслей образования или здравоохранения. Важно, чтобы учитывались и климатически. Ведь раньше на север ехали зачем? За длинным рублем. А сегодня также на круглом столе говорили о том, что одинаково получают в Архангельске, в Крыму и в Наринмаре. Это неправильно, конечно же. Депутаты регионального парламента продолжают работу по обеспечению окружных сел средствами защиты в условиях пандемии коронавируса. Напомним, еще весной Дмитрий Медведев обратился к коллегам по партии «Единая Россия» в регионах с просьбой оказать посильную помощь в борьбе с коронавирусом. Председатель собрания депутатов Ненинского округа Александр Лутовинов и руководитель партийной фракции «Единая Россия» в окружном парламенте Максим Арбузов в ходе рабочей поездки в поселок Индига на открытие новой школы передали бесконтактные инфракрасные термометры главе Тиманского сельсовета Вадиму Глухову, которые закупили на собственные средства для окружных сел. Также термометры будут отправлены в ближайшее время во все остальные муниципальные образования округа для использования в школах, детских садах, домах культуры и сельских администрациях. 3 сентября депутаты собрания Ненинского округа почтили память павших на полях сражений Второй мировой войны. В этот день воинской славы в России отмечается и 75-летний юбилей окончания войны победой над милитаристской Японией. В этот день в России вспоминали героев Второй мировой и Великой Отечественной войн, отстоявших не только независимость своего отечества, но и многих государств мира. Вторая мировая война унесла жизни более 20 миллионов солдат Красной армии и мирных советских жителей. На начало 1941 года в Ненинском национальном округе проживало 38 650 человек. Уже в первые годы Великой Отечественной войны в военкомат пришли сотни добровольцев, готовые незамедлительно отправиться на фронт войска Красной армии. Ненинский округ направил на Карельское направление фронта пять оленетранспортных эшелонов, более 7 тысяч ездовых оленей с полным снаряжением и до 600 мобилизованных на фронт оленеводов, охотников, рыбаков, рабочих и служащих. Они стали основой оленелыжных батальонов и оленетранспортных подразделений 31-й лыжной бригады. В ряды рабочей крестьянской Красной армии во время войны было мобилизовано 9 383 человека, треть из них не вернулась с полей сражений. С первых дней Великой Отечественной войны экономика округа работала по законам военного времени. Все для фронта, все для победы. Фонд обороны страны округ сдал 8400 пудов мяса, 2000 пудов рыбы, а трудящиеся округа внесли десятки миллионов рублей на вооружение Красной армии. 3 сентября в Наринмаре прошла акция о памяти героев Второй мировой войны. Депутаты собрания депутатов Ненинского автономного округа возложили цветы к обелиску победы и почли память павших на полях сражений минутой молчания. Наша задача сегодня – защищать историческую память. Стоя здесь, у обелиска победы, у вечного огня, защищаем память о Второй мировой войне, об ее истинных причинах, о ее виновниках, о том, кто ее развязал, и самое главное, что она стоила всему миру. В Ненинском округе проводится исследовательская работа по поиску земляков, принимавших участие в боевых действиях с Японии на Дальнем Востоке. Сотрудникам Ненинского краеведческого музея удалось установить пока лишь 10 имен участников событий и собрать несколько эксклюзивных предметов. Работа в этом направлении продолжается. Приказ Верховного главнокомандующего от 23 августа за отличные боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке. Здесь безумову Алексею Александровичу такая же благодарность, но видите, они все разного вида, разной формы. Если вчитаться в эти документы, то мы можем узнать, где участвовали в боях эти наши земляки. Но, к сожалению, информация весьма скудна. Несколько фотографий, благодарственных писем, медали, список имен на простом листе – пока это вся доступная информация о подвиге жителей Ненинского округа в войне с Японией. 3 сентября все желающие также могли принять участие в диктанте победы. Это международная акция, призванная повысить интерес к историческим событиям. Вопросов 25 в этом году в рамках проведения акции «Диктант победы». Вопросы очень сложные для большинства жителей не только России, но и других государств, которые сегодня тоже принимают участие в акции. Все зависит от того, конечно, как человек готовился к написанию этого теста. Потому что вопросы в этом году не только выбор правильного варианта ответа, но и написание цифрового ряда, либо определенного названия операции географического места. Тест пройти можно было на трех площадках в Наринмаре. По словам организаторов диктанта победы, в этом году количество участников проекта увеличилось втрое по сравнению с предыдущим годом. Победитель федерального уровня получит приглашение на парад победы в следующем году на Красной площади в Москве. Будущим абитуриентам, принявшим участие в диктанте, начислят дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Следующий выпуск программы «Законодатели» выйдет в четверг, 17 сентября на телеканале «Север». Следите за событиями вместе с нами. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok